Настоящий спортивный праздник для особенных ребят прошел в детско-юношеской спортивной школе Муравленко. Вместе с родителями дети посоревновались и получили заряд эмоций и впечатлений. Все подробности у Оксаны Шосток. Торжественное открытие соревнований, приветствие участников. Сегодня их объединяет воля к победе и настоящий спортивный азарт. Назар Макаров – настоящий пример силы воли и духа. Он не только сам стремится к различным достижениям, но и подбадривает других. Когда ставят с маленьким ребенком играть, у которого ДЦП, я понимаю, что я его могу выиграть легкую, но я наоборот стараюсь показать, что он сильный, начинаю специально промазывать и наоборот подбадриваю. Вот видишь, молодец, ты у меня и выиграл. И вот у них появляется улыбка, и это как-то даже самому приятно. Хочется, ты проиграл, но ты кому-то доставил. Удовольствие. Для этих юных спортсменов каждое движение уже преодоление. В программе семейного праздника – адаптивные виды спорта. Это направление активно развивается в нашем городе. У нас есть отделение адаптивной работы, которое работает с детьми особой заботы. 51 ребенок у нас занимается, с ними работают два тренера, один инструктор-методист. Постоянно мы участвуем в разных конкурсах, грантах. Любимая боча, дартс, настольный теннис и бомбинтон. Дети вместе с родителями с удовольствием участвуют во всех представленных видах спорта. Нам очень нравится, мы часто посещаем все праздники. Детям очень весело, интересно, развлекательно. Семейный спортивный праздник в этот раз состоялся совместно с общественной организацией «Счастливые дети». Галина Тодорова – мама особенного ребенка и руководитель проекта. Она, как никто, знает, насколько важны особенным детям общение и внимание. Сейчас организация выиграла два гранта. Один из них – на социально-культурную интеграцию детей. То есть это все мероприятия, все праздники, начиная с Дня матери, вместе с мамочками здоровых детей, чего я, собственно, и хотела, и с мамой, и с детьми здоровыми, чтобы наши дети и дети здоровые могли совместно как-то контактировать, понимать, что такие дети есть, что с ними нужно дружить, и что с ними нужно проводить совместные мероприятия. В этот день проигравших и победителей не было. Всех участников без исключения наградили дипломами и памятными подарками. Но самым главным подарком на празднике для организаторов и родителей стали улыбки детей и заряд хорошего настроения. Ксана Шосток, Владислав Дроботов, Новости, Муравленко.